Первая тренировка после возвращения домой из Лиссабона на первенстве Европы, которая проходила в португальской столице. Воспитанник Алексей Долгих завоевал золотую медаль. Такая удача тем более, что это не сказать словами, не передать никак. Там у большинства тренеров голос подал, что нету. Болели, переживали, все дружно было. Сборная очень дружная была, независимо от возраста, юниоры или взрослые. Соревнования собрали, кроме хозяев, площадки представителей Швеции, Польши, Испании и Португалии. Всего около 300 человек. Состязания проходили в весовой категории до 63,5 килограммов. По словам Ильи, самым тяжелым был первый раунд против соперника из Швеции. Еще не успел отдохнуть от перелета. Сказалась и смена часовых поясов. Чем тяжелее давалась победа, тем выше ее цена. Сегодня чемпион вспоминает, как учился проигрывать. Это тоже нужно уметь. Первый бой я проиграл. Было обидно, конечно. Но в этот же день сделали матчевую встречу, как с моим ровесником. Но это неофициально, просто как спарринг. Я его выиграл. Потом были дальнейшие соревнования, где я этому же сопернику проигрывал два раза. Два или три раза, точно не помню, с кем я первый раз боксировал. Но потом, поднабрав маленького опыта, покатався по соревнованиям, посмотреть уже, посмотрел, как, кто боксирует. Для себя уже осознал, как с этим соперником надо работать. Опыт поражений в прошлом. Первое место континентального первенства в настоящем. Впереди чемпионат России по тайскому боксу, который пройдет с Кемерово. И всемирные игры в Санкт-Петербурге. Галина Тюрнева, Ольга Фатхуддинова, Александр Дудин. Новости 7.